Налог на добавленную стоимость или сокращенно НДС увеличится с 18 до 20 процентов. Соответствующий законопроект прошел в Госдуме третье чтение. Что же такое НДС и каким образом рядовые граждане сталкиваются с косвенным налогом, постараемся разобраться. Фискальная система в России устроена так, что о некоторых налогах жители даже не догадываются. Помимо 13 процентов, которые вычитают из зарплаты, граждане практически каждый день сталкиваются с налогом на добавленную стоимость. При формировании цены на те или иные товары и услуги производитель добавляет лишние 18 процентов в тот самый НДС. А с января 2019 года эта цифра составит 20 процентов. Слышала, что повысится НДС. Наверное, плохо будет все отразиться. Налог на добавленную стоимость как платится? Честно говоря, не в курсе. Не интересовался этим вопросом. Я не знаю, что за налог, но я бы не согласна на такой налог. Ну, вообще-то, если у нас добавят, там привезут, добавят, так это вообще одна обдираловка. Сколько он вообще составлял раньше? НДС 13 процентов, по-моему. А сейчас сколько? Ну, я не знаю, сколько сейчас прибавили. Я даже уже за этим не наблюдаю, потому что не успеваешь даже наблюдать, что и чего прибавляется, и куда. Нетрудно догадаться, что повышение НДС повлечет за собой массовый рост цен. Однако, эксперты успокаивают. Подорожание составит максимум 1-2 процента. Не коснется изменения лишь некоторых товаров и услуг, для которых предусмотрена льготная налоговая ставка. В их числе лекарственные препараты, книги, товары для детей. Размер налога на добавленную стоимость, как правило, указывается на кассовом чеке. Налог высчитывается с предприятий, предпринимателей. И этот налог вкладывается, как я понимаю, в себестоимость товара и всего подобного. А как обыкновенный потребитель, вы знаете, как вы его платите? Наверное, это все как с моих покупок идет. Там уже заложено все в покупке. То есть, это, наверное, цены, рост цен, вероятно, с этим будут связаны каким-то образом. Каким еще, наверное, неизвестно. Надо до этого дожить, прежде чем определить, так хорошо это или плохо. Но вряд ли это, наверное, хорошо. Любое повышение, наверное, это плохо для обыкновенного потребителя. Но этот налог, я знаю, что он входит в стоимость товара, который мы в итоге оплачиваем сами. А то, что его повышают на 2 процента, слышали? В курсе. И как это отразится на нас, как вы считаете? Мы станем еще повышением цен. Мы станем, не знаю, менее нано-платежеспособными. По подсчетам инициаторов закона проекта, повышение налога позволит привлечь в бюджет дополнительно 630 миллиардов рублей в 2019-м. Предположительно, средства пойдут на исполнение майских указов президента. Свой вклад в казну вносят и ивановские предприниматели. За первое полугодие 2018 года в федеральный бюджет поступило 3,2 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил 17 процентов или 462 миллиона рублей. В общем, за прошлое, за 2017 год поступило 5,6 миллиардов рублей. Повышение налогов можно оценивать по-разному. Некоторые специалисты уверены, что это поможет развитию экономики. Другие полагают, что фискальное бремя еще сильнее усугубит и без того сложное материальное положение граждан. Так или иначе, 20-процентный НДС коснется каждого жителя страны. А что каналы-то добавлены? Нет, не касается. Максим Серебряков, Денис Денисов, Антон Осипов, РТВ, Иваново.